12 марта пол одиннадцатого утра приехали на поезде в лондон на вокзал юстон на встречу с которые ранее прилетели в лондон из риги лондонское метро резко отличается от других метро например от метро санкт-петербурга или москвы одним словом труба точнее не назовешь с детьми и внуками договорились встретиться на станции метро мемориал мы когда-то давно приобрели карточки для проезда на общественном транспорте по лондону остеркард они до сих пор работают только при необходимости нужно пополнить счет в автомате автоматы находятся при входе на любую станцию метро также без проблем можно оплачивать проезд при помощи банковской карточки при входе карточку нужно приложить к считывающему устройству и при выходе сделать то же самое проезд на данный момент стоил 2 фунта 70 пенсов 2 фунта 80 пенсов стоит проезд в часы пик приехали на станцию монумент погода замечательная дождь не перестает идти а вот и сам монумент установленный в память о великом лондонском пожаре лондон тогда сгорел почти полностью но после пожара прекратилась чума которая свирепствовала в лондоне до пожата ну вот долгожданная встреча вылку как ну ну здравствуйте 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 наконец ну иди сюда иди сюда ну ну он устал и он ухожу ну добрались отправились все вместе в sky garden sky garden это обзорная галерея на последнем этаже небоскреба откуда видна прекрасная панорама лондона огромные стеклянные окна от пола до потолка открывают фантастический вид вход в sky garden бесплатный но нужно бронировать билеты заранее ссылка на сайт будет под этим видео или qr-код на экране на мой взгляд это гораздо лучше чем колесо обозрения в лондоне лондонский глаз и бесплатно вот с погодой нам не повезло если бы не было дождя смотреть на лондон с высоты птичьего полета было бы куда интересней над созданием джунглей в sky garden трудились лучшие ландшафтные дизайнеры они тщательно подбирали средиземноморские и южноафриканские растения разных видов учитывая цвет потребность в свете и особенности ухода среди деревьев и кустов рассажены ароматные травы и цветы такие как африканская лилия кнебхофия стрелитция королевская французская лаванда и розмарин но видимо не сезон еще мало что цветет и благоухает но я понимаю что здесь на самом верху тоже вот что вот он зачем ну Там, 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 там. Еще не кузь есть, конечно. У вас есть кузьмин? А там мест нет? А там мы всегда забыли. Мы на Лестера спорили, а мы ездили специально сидели. На Лестера я был уверен, что там был второй этаж. У меня в памяти отложилось, что мы отдельно сидели. Оказывается, мы в запутке были. Да. Вот козырные места. Ну вот, можно. Ну вот, что впечатление? Ну вот, что впечатление? Ну да. Это какое-то вертолет или что-то такое стоит? Что это такое? Я думаю, это для каких-то подъемных механизмов, для очистки окон или что-то такое. Очистки окон это что? Для очистки окон. Окна когда чистят. Посмотрите. Мне кажется, это здание лучше даже, чем там. Там есть выше, чем это. Да видно эти все лодки. Да. Как ты думаешь? Они сами занимаются. Нет, снаружи. Снаружи сами занимаются. Ну как они сами занимаются? Ну смотри, буль-буль-буль-буль и так все время. Солнце здесь не так много, как ты думаешь. Ах, чтобы видно что-то. Эмммм. Попался так. Ну что, первоначка у меня выше. Там ходит в облака. А ну там еще. Наверх набирает специальная работа с госгландцем. У них все, какая же погода вечная. Ну все, как. Оно не застроено. Попался с госгландцем. ... кота... ... кот... ... ботонище. Санта-кот... Сядь этот нечет, сядь этот нечет. Сядь этот нечет, брат. Смотрите, что видели? Какое? Эта. Вот там. Где? Это Огурчик. Где? Яйцо Мэра называли, да, раньше? Местное Геркин называли, Борис Зоншин был, да? Борис был Мэромс, когда, там называли яйцо Мэр. Так, Саша, я тебе сказала, если ты не перестанешь себя так вести, ты сейчас выйдешь отсюда. А что у тебя завтра за событие, ты знаешь? Я не знаю. Тебе завтра 9 лет. Какой у вас есть еще мой запас? Тяжелая, да, 9 лет. Ой, это какое-то очень прогрессивное. Мне не кружу, но уже хочется так, как углить и как вспылить. Я, конечно, не за этого пчелчика вспыляю. Почти закончили учиться. Ну, там учить нечего. До 5, да? Да, там учить нечего. Ну, как учить? Ничего. 7 на 5 сколько будет? 35. Молодец. А 3 на 7? 3 на 7? Да. Молодец. Ну, хорошо, знаешь. Молодец. Молодец. СтJust Евгений. Ты participants вeldicominoorti был бы пять pointsㅇ и паровархезд зеленый Christmas. Далей всего да. А я не Ivy, змей – это об experience. Смей, дв excellence, что ты вetter? Да, более всего. Но разведка цвета, Let's go. Что теперь можно покушать? Можно просто покушать? Что же можно покушать? Я хочу просто вмiała на вершлаху женщины. В разворот шпона? Раньше работала латышка, сейчас уже не знаю. В принципе там, здесь еще контуар есть, дальше там тоже. Будем добиться умножения от двух до пяти, а в третьем уже от шести до десяти. А ты сейчас в каком классе? Во втором. Во втором? А я думал уже в пятом. Не, можем в модлард попробовать зайти его. Ну вот здесь, в Англии, дети идут в школу в четыре года. В четыре года. А у нас там семи. Вот, поэтому я думал, что в пятом же классе. Пойдем. Ну пойдем. Не, не. Я только где-то... А тебе не холодно, нет? Да, нет, нет. Вот первым ты влезешь. А последним может оказаться рюкзак с одной стороны, а ты не там. Вот у меня раз, рюкзак и все. Хорошо, что здесь есть скоростной лифт, а то пешком по лестнице, и за день сюда не подымешься. Я хочу сказать, что на входе стоят ворота для сканирования, металлоискатели. И осматривают сумки при входе. Это против террористов и разных говно-экологических активистов. Чтоб молотки или банки с краской не пронесли. Я так полагаю, это хорошая конкуренция лондонскому колесу обозрения, которое, на мой взгляд, совершенно не вписывается в атмосферу Лондона, и портит его вид, и стоит неоправданных денег. Пойдем поедим в какой-нибудь паб. Сережа нас сейчас приведет. Как оказалось, Сережа привел нас в довольно знаменитый паб. Мадларк был основан в середине 1700-х годов и назван в честь людей, зарабатывающих на жизнь сбором предметов, которые находили в грязи на берегах Темзы. Этот паб использовался в качестве съемочной площадки для фильмов «Дневник Бриджит Джонс». Карты, деньги, два ствола и Гарри Поттер и узник Аскабана. Теперь обязательно нужно прогуляться. Скелет в клетке. Проходим около знаменитого Галеона Фрэнсиса Дрейка. Знаменитого пирата, который состоял на службе королевы Елизаветы I. Грабил корабли неприятелей и попутно совершал географические открытия. Первый английский корабль, совершивший кругосветное плавание. Это полноразмерная реконструкция корабля. Сейчас там открыто что-то типа музея. Ссылка на сайт корабля под этим видео или QR-код на экране. Вот где находится Скайгарден. Прогулялись по набережной Темзы. И сейчас. Многие люди продолжают искать различные редкие вещи по берегам Темзы. Но на это занятие нужна лицензия. Крады стоят, но мы со мной успехи. Мама. 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 Они нас преследуют. Мама. Вообще-то всё очень сложно. Мы на с том же сабле на районе в тумане взяли. Нашли. Чик. Чик. Биг Бен. У нас сегодня по этому ходили. Биг Бен. Биг Бен. Папа, ты где видеобиг Бен? Биг Бен. Мама. Биг Бен. Лёша всё время спрашивал. А где этот Биг Бен? А кто это Биг Бен? живописный туннель. Ну вот и Биг Бен. Пора ехать в гостиницу. Дети с внуками прилетели в Лондон раньше нас, на несколько дней, и жили в другой гостинице. А вот и наша гостиница. Похоже на небольшой дворец. Да. В таких домах жили весьма зажиточные люди в викторианскую эпоху. Теперь из таких домов, как правило, сделано множество гостиниц. Редактор субтитров А.Семкин